При экономической нестабильности цены начинают расти и угнаться вкладом за растущую инфляцию невозможно. В этой ситуации требуется диверсификация в разные инструменты, так как вклады до 700 тысяч рублей застрахованы государством. На всю остальную сумму есть другие малорискованные или безрисковые инструменты, такие как структурные продукты, облигации, облигационные пифы и так далее. Структурные продукты хороши, когда рынок находится в точках разворота, как это происходит сейчас. Стратегия направлена на то, чтобы в случае правильного направления рынка заработать 20-30% годовых. А если направление рынка было выбрано неправильно, мы возвращаем свои вложенные средства. Продав облигацию в любой удобный момент, вы не теряете накопленных процентов в отличие от депозитов, где, как правило, необходимо ждать окончания срока вклада. В моменты коррекции рынков и финансовой нестабильности не следует обращать внимание на облигации третьего и более выше эшелона. Они подвержены наибольшему риску. Традиционно инфляция была выше доходности по гособлигациям в России, но с начала 2012 года мы видим такую ситуацию, что ставки среднесрочных ОФЗ превышают 7%, а инфляция по итогам года составила 6,1%. Если мы говорим о переклассных заемщиках, как «Газпром» и другие компании с высоким кредитным рейтингом, то я считаю, что их не совсем выгодно приобретать в данный момент. Если мы говорим о физических лицах, а не о профессиональных инвесторах, возможно, людям выгоднее искать депозиты. До осени ставки по облигациям будут превышать инфляцию. Необходимо увидеть, как изменится инфляция после планового повышения тарифов. Продолжение следует...